Меня спрашивают, как я отношусь к последнему указу президента по поводу повышения налога на вклады с миллиона рублей и так далее. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно президент выступил с обращением к нации, что ему вообще говоря не свойственно. И в этом обращении он там сказал о мерах, там отложил голосование по Конституции. И там был пункт о том, что вводится налог на доход от вкладов граждан в банки на депозиты от миллиона рублей. И в облигации от миллиона рублей. И я смотрю, огромная волна возмущения у людей, что вот нас опять обдирают, у нас забирают последнее. И у меня спрашивали, как я к этому отношусь. Вы знаете, честно скажу, меня обрадовало. Обрадовало следующее. Обрадовало то, что я живу в такой богатой стране, где такое огромное количество людей имеют сбережения больше, чем миллион рублей. Потому что я так понимаю, что это их непосредственно коснулось, этих людей. И они там все говорят, что у них нет денег, а на самом-то деле у них миллионы лежат. И вот теперь на доход от этих миллионов, значит, они страдают, что доход от этих миллионов обложат налогом. Ну, давайте прикинем, сколько они потеряют со своего каждого миллиона. Если, скажем, сейчас стандартный доход 5% от вклада, то нетрудно посчитать, что за год человек получит 50 тысяч рублей. От 50 тысяч рублей 13% будет, ну, ровно половина от 13 тысяч, нетрудно посчитать, что это будет 6750 рублей. То есть, ну и понятно, что это выливается в круглую сумму, если у человека лежит, например, 100 миллионов рублей. Вот, и судя по реакции людей, таких немало. Вот, ну, здорово, что я могу сказать, что у нас так много миллионеров, и что эти люди очень такие активные. Вот, ну, по-другому я не могу объяснить вот эту реакцию людей. Ну, а по поводу того, что обложат налогом доходы с облигаций. Ну, во-первых, здесь маленькое замечание, что налог вводится с 21 года, и я не знаю, коснется ли он текущих выпусков облигаций, возможно, следующих. Но по облигациям могу сказать смело только одно. Вот не изменится вообще ничего, потому что облигации это рыночный продукт, и как только, ну, когда мы их покупаем, то там есть цена облигаций, и есть текущая доходность. Так вот, текущую доходность люди считают, и когда они покупают, то тут же считают те налоги, которые они за это заплатят, и практически всегда все траты включены в цену. То есть, соответственно, если вводят лишний налог, то доходность по облигациям просто увеличится именно на эту сумму. Все. То есть, ну, точно мы ничего не потеряем. Ну, и еще могу сказать, что, к сожалению, я не могу присоединиться вот к той волне возмущения, что меня возмущает, что введен этот дополнительный налог, потому что у меня нет миллиона на вкладе, никогда не было. И я сильно подозреваю, что у меня никогда не будет миллиона на вкладе в банке. Почему? Потому что я занимаюсь инвестициями, я занимаюсь инвестированием, вот. А миллион в облигациях у меня, ну, очень даже может быть, что будет, но пока нет. То есть, пока меня это не касается абсолютно, вот. Поэтому, ну, я как бы не могу присоединиться к этому хору. Еще один момент, который остался почему-то вот абсолютно незамеченным и который, мне кажется, вот, для меня был бы намного важнее и есть намного важнее. Смотрите, ну, я уже, мы посчитали с вами, что налог с одного миллиона, вот, с дохода на один миллион рублей составит, ну, 6750 рублей. А вот никто почему-то не обращает внимания на такую фразу в этом обращении, что отчисления во внебюджетные фонды, вот эти вот страховые, снижаются с 30% до 15%. То есть, в два раза снижаются отчисления. И, люди, вы вообще понимаете, о чем речь идет или нет? Вы как-то вот представляете себе, что это за отчисления? Это отчисления в пенсионный фонд. Вот, и если вы думаете, что вы их не платите, то вы сильно заблуждаетесь, потому что, если вы где-то работаете, то вы, конечно, об этом не знаете, можете не знать, но ваш работодатель эти отчисления делает. То есть, он платит их за вас, от фонда вашей зарплаты. Я, в частности, ну, у меня уже, я закрыл свой бизнес, у меня работало, ну, в лучшие времена, там, 12 человек, где-то 16 человек. Так, и это была существенная часть денег, которые я платил в пенсионный фонд от того, что я заработал, понимаете? И от этих денег я еще и платил НДС, понимаете? То есть, потому что, ну, я эти деньги должен заработать, а НДС мне за них никто не вернет. Вот, поэтому НДС на эту сумму тоже платится, то есть, там больше, чем 50% платится, ну, в районе 50%, то есть, 30% плюс 20% НДС, понимаете? И сейчас сокращают очень сильно вот эти платежи. Друзья мои, мне кажется, вот это вот очень приятно, на самом деле. Я вам могу сказать, как предприниматель, потому что, ну, как предприниматель я все еще плачу, и если это коснется ИИП, то это будет очень здорово. То есть, как ИИП я плачу просто в пенсионный фонд ежегодно, сколько там ИИПшники положено, 40 с чем-то тысяч, плюс 1% от суммы доходов, которые превышают 300 тысяч рублей в год. Вот, у меня доходы точно превышают 300 тысяч рублей в год от ИИП, и поэтому я плачу не только вот эти вот 40 тысяч, но еще плюс 1% от превышения. И если это сократится, то, в общем, я буду счастлив на самом деле. Вот. Но почему-то пока что Мишустин уже написал, что вот данное, так сказать, как бы постановление будет введено, данное положение будет введено о, ну, аналоге со вкладом больше, чем миллион, и с ценных бумаг. Так, только с 21-го года, и первый раз, ну, начнут взимать там в 22-м, что ли. Вот. А вот по поводу сокращения, отчислений во внебюджетные фонды, пока разъяснений не поступало. Будет оно или нет, я не знаю. Ну, вот такое мое отношение к этому указу. Скорее положительное, чем отрицательное. И положительное по поводу как раз снижения налога. Снижение, ну, не налога, а отчислений во внебюджетные фонды. Это не совсем налог, это почти налог. Вот. Поэтому напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. А на сейчас все. Спасибо за внимание. С вами был Демидко Юрий.